Привет, находясь на карантине, наконец-то я нашла время, чтобы записать вам видео о том, как я получила вид на жительство на северном Кипре. Тем более вы об этом просили, писали в сообщениях. Изначально на Кипр я приехала с мужем по рабочей визе, мы приехали работать в отеле, но потом я ушла в декрет, мою рабочую визу отменили, но муж таки продолжает работать. А так как я в Украину не собиралась ехать, мне нужно было получать вид на жительство. Благодаря тому, что мой муж работает, это было сделать очень легко, только надо было собрать определенные документы. Но если вы хотите, если у вас в планах заранее, вы знаете, что вы хотите получить вид на жительство, тогда с того момента, как вы приехали на Кипр, в течение 30 дней вам надо подавать документы. Потому что потом это будет цена на 200-300 лир дороже. Какие документы нужны для этого? Свидетельство о браке, переведенное на турецкий язык, заверенное нотариусом. Желательно, чтобы это было переведено и заверено здесь, на Кипре, потому что они не одобряют печати и переводы других стран. У нас было переведено в Украине, но нам пришлось еще переводить здесь тот же самый турецкий текст на турецкий язык. Еще раз, чтобы нам нотариус поставил печать Северного Кипра. Копия паспортов мужа и моя копии. По две фотографии, как на документы. С работы мужа мы тоже брали справку с расчетом зарплаты ежемесячно. И о том, что он работает, до какого числа у него виза, мы тоже копия визы его рабочей. Так как я здесь нахожусь до того момента, пока у него действительно виза. Ему продлевают визу, мне продлевают вид на жительство. Если у него заканчивается виза, то тогда и моя виза заканчивается. Следующий документ, который вам надо будет предоставить, это контракт об аренде дома, в котором вы сейчас проживаете. А также от главы района, где вы живете, тоже нужно будет предоставить от него документ с подписью, что этот контракт действителен, вы действительно там проживаете, до какого числа, со всеми датами и со всеми подписями. После того, как мы собрали весь список документов, мы отнесли их в полицию. А они уже сами переслали их в Левкошу, в Министерство внутренних дел. После этого в течение двух недель к нам домой пришла проверка, действительно ли мы муж и жена, действительно ли у нас есть ребенок. Мы здесь проживаем, проверили все, контракт все они проверили. И после этого уже через неделю вы можете ехать сами в эту же Левкошу, в это же Министерство внутренних дел и там оплатить ваш вид на жительство. Мы оплачивали на год, так как у моего мужа виза будет продлеваться. На год вид на жительство стоит около 700 лир. Если в течение 30 дней с того момента, как вы приехали на Кипр, вы подаете документы, тогда годовой вид на жительство будет стоить где-то 450 лир. Если у вас есть какие-то вопросы, всегда обращайтесь, пишите комментарии, пишите сообщения, я всегда всем отвечу. Я открыта к разговору, открыта к общению. Подписывайтесь, делитесь с друзьями. Пока! Пока!